Кей коллектор в Яндекс Директ и Google AdWords Всем привет, с вами Константин Горбунов В этом видео уроке я расскажу про свой опыт использования парсер кей коллектор для Яндекс Директ и Google AdWords Итак, начнем с того, что такое парсер Парсер ключевых слов это программа для удобного автоматического сбора анализа и обработки статистики показов ключевых слов Яндекс Директа, Google AdWords, поисковых подсказок Google AdWords и так далее То есть, если вы имеете представление о сборе ключевых фраз для своей рекламной кампании и словообразовании в поисковых системах То с помощью этих программ вы можете собрать весь список ключей По факту вы автоматизируете только сбор ключевых фраз Анализ и группировка, сбор минус-слов на кампанию остаются ручными процессами Но мы эти процессы тоже упростим в этом видео уроке На мой взгляд, кей коллектор лучше других парсеров тем, что в нем есть полный спектр парсинга ключей Это Wordstat, Google Keyword Planner, поисковые подсказки и тому подобное В общем, все, что необходимо лично мне Есть группировка ключей и очень частое обновление системы Последнее очень важно, когда идут частые обновления систем статистики и снятия ключей Хочу также заметить, что он стоит всего лишь 1500 рублей одна лицензия Что очень дешево для одной из самых лучших систем парсинга в Рунете А если вы покупаете несколько лицензий, например, 10, ну, себе и своим друзьям То лицензия будет стоить около 700 рублей, что совсем бюджетно и отлично Давайте для начала скачаем и настроим кей коллектор Для этого мы заходим на сайт кей коллектора Вбиваем в поиски кей коллектор, находим сайт, скачиваем версию Далее необходимо купить сертификат, лицензию Далее мы скачиваем zip-файл кей коллектор Разархивируем его Получаем папочку кей коллектор Здесь потребуется файлик лик лиценз Если у вас что-то не получается, то вы можете всегда обратиться в техподдержку кей коллектор Они вам помогут И запускаем кей коллектор Удобно то, что вы можете сразу открыть несколько кей коллекторов И парсить для нескольких проектов, если вам потребуется Ну а мы пока закроем один кей коллектор И, собственно, начнем настраивать наш кей коллектор Для этого необходимо нажать на кнопочку настройки В левом верхнем углу открыть настройки Далее смотрим, здесь есть общие настройки Они нас, в принципе, не интересуют Нас интересуют настройки Google AdWords Где необходимо ввести настройки аккаунтов Яндекс.Директ Где необходимо ввести настройки аккаунтов И логин ВКонтакте, если вам это потребуется В Яндекс.Директ мы вводим логин, пароль от аккаунта Создаем отдельную почту Яндекса Вводим туда свежесозданный аккаунт, который не использовался для ведения компаний Так как, возможно, их блокировка В Google AdWords сделаем то же самое Также идем в подсказки Если вы не в Москве Задаете самостоятельно регион поисковой системе Тот, который вам необходим Скорее всего, вам понадобится Москва Для того, чтобы точно найти все поисковые подсказки Возможно, именно ваш город или регион Если вы находитесь не в своем регионе Полный список кодов регионов Я бы вам рекомендовал смотреть на сервисе AdPump Заходим на сервис AdPump Нажимаем просчет бюджета компании Здесь есть Россия, СНГ и так далее Нажимаем правой клавишей мыши Выбираем проинспектировать элемент Выбираем Россию, например И смотрим Value Value 225 Значит, вся Россия это 225 Центр 2527 Москва и область 1 И так далее Давайте напишем план сбора ключевых запросов Посредством парсера KeyCollector Первое Мы собираем общие ключи Что такое общие ключи? Общие ключи Это ключи, из которых парсер будет вытягивать Входящие в него ключи Обычно этот список собирается из Wordstat Выглядит это так Я вбил широкое слово Например, пропан Которое мне не подходит Для того, чтобы использовать его в ключах Но зато в списке этого слова Я могу найти те самые общие слова Например, пропан, бутан Газовый пропан, заправка пропаном Пропан-цена Литр пропана Объем пропана И так далее То бишь, все те общие слова По которым действительно будет приходить Моя целевая аудитория Также подойдут такие сервисы Как Яндекс.Картинки Google Images Где мы вводим одно из основных ключевых слов И видим текстик картинки Те самые дополнительные ключевые слова И также SEO-выдачи Google и Яндекса Например, газ на дом Газификация Подключение газа И так далее Также вам помогут ваши прайс-листы И прочая документация Которая вам поможет найти дополнительные ключевые слова Артикулы Номенклатура И тому подобное Более детально о сборе общих ключей Вы можете посмотреть в моем видеоуроке Как найти максимальное количество ключей для компаний в Директ и AdWords На моем YouTube-канале Константин Горбунов В итоге у нас получается большой список ключей Ну, например, для промышленных рукавов Для ремонта айфонов Много-много ключей, которые между собой не пересекаются И это именно те ключи, которые вбивает наша целевая аудитория Далее группируем списки общих ключей Ну, например, по теплоте Горячие, теплые и холодные Если это потребуется Либо по тематикам, например, iPhone, iPad и так далее Далее мы засовываем отдельно каждый список Если это потребуется Или засовываем весь список целиком Который мы получили в пункте 1 То есть пунктом 2 мы можем, в принципе, и пожертвовать В Key Collector Заходим в наш настроенный Key Collector Нажимаем создать новый проект Называем проект так, как называется у нас наш товар или услуга Например, топливо оптом Также вам потребуется антикапча Что такое антикапча? Антикапча это люди, которые сидят дома Скорее всего, это китайцы, которые за 1 цент вводят за вас капчу Например, советую пользоваться сервисом антигей.ком Который сейчас переместился на антикапча.ком Очень удобный сервис, который встроен в Key Collector Мы заходим в настройки Здесь во вкладках есть антикапча Использовать антигейт И вводим свой антигейт код, который мы получаем из сервиса Стоимость 1 капчи 1 цент За все время я расшифровал около 1000 капч Теперь давайте пройдемся по интерфейсу Key Collector Во-первых, у нас есть справа меню управления группами Группа это массив тех спарсинных ключей Которые вы собираете по одному принципу Например, по парсингу из Wordstat Поэтому переименовываем группы следующим образом Название товара, например, бензин И чем вы парсили группу этих основных ключей Wordstat Далее, внизу Нам необходимо настроить регионы То бишь, геотаргетинг Если у вас не Россия, а, например, Москва и Московская область То вы выставляете Москву и Московскую область в Wordstat В Директе Далее, нажимаем на кнопочку Пакетный сбор слов из левой колонки Яндекс.Вордстат Что это такое? Это сбор ключей из Wordstat левой колонки То бишь, как будет работать парсер Мы вбиваем слово пропан И он берет все слова, которые входят в слово пропан И они появляются в нашем массиве группы Добавляю сюда все те фразы, которые мне подходят по смыслу В моем частном случае мне подходят такие слова, как бензин АИ-98, АИ-95, АИ-92 и, пожалуй, еще АИ-98 И мы нажимаем на кнопочку начать сбор И теперь мы переходим в журнал событий И смотрим, что происходит у нас во время парсинга левой колонки Wordstat для фразы бензин И также смотрим количество результатов, которые найдено Также хочу заметить, если вы в Wordstat вводите какие-то слова Любые абсолютно, например, iPhone 5s И у вас появляется постоянно капча То, скорее всего, ваш IP не российский, а другой страны Что необходимо сделать? Первое, вам необходимо зайти на сервис ProxyDetect.com И посмотреть, откуда у вас IP Например, у меня сейчас IP тайландский, потому что я нахожусь в Таиланде Что можно сделать, чтобы сделать русский IP? Во-первых, если вы находитесь в России, то вам необходимо просто отключить или заменить VPN Если вы находитесь в другой стране, то вы можете просто купить российский VPN или IP адрес Лично я купил Proxy сервер на hideme.ru Здесь все очень просто Устанавливается маленькая программка Собственно, выбирается сервер, например, Россия, Москва И я становлюсь полноправным владельцем IP российского Собственно, теперь мы проверяем show my IP И теперь у меня, собственно, русский хостинг Все отлично Теперь я могу спокойно работать с Key Collector, хоть из Таиланда, хоть откуда Теперь мы нажимаем на продолжить сбор И начинаем собирать дальше ключи И смотрим журнал событий, чтобы антикапча не появлялась каждый раз То же самое проверяем wordstat.yandex.ru Вбиваем, например, опять же iPhone 5s Обновляем Смотрим, что нет антикапчи Продолжаем сбор в Key Collector Итак, смотрим по журналу, что процесс парсинга для всех слов завершен корректно Так и есть Теперь мы создаем новую группу Новая группа будет называться тоже бензин Но теперь мы будем парсить с Google Keyword Planner Выбираем теперь пакетный сбор слов из Google AdWords Сюда добавляем те же ключи, которые мы добавляли в левую колонку Wordstat для парсинга И нажимаем начать сбор Хочу также заметить, когда вы создали новую почту Google Gmail.com Вам обязательно нужно попасть в AdWords.google.com И сохранить все настройки То бишь, чтобы у вас был созданный AdWords аккаунт То есть при заходе в AdWords под вашим новым созданным аккаунтом Должен появляться именно такой интерфейс Далее, если у вас не работает процесс сбора фраз из Google AdWords И появляется, например, вот такая ошибка, ошибка авторизации То необходимо зайти через Internet Explorer На сайт AdWords.google.com Вводите адрес новой созданной электронной почты И входите Сам KeyCollector использует для парсинга Internet Explorer Поэтому нам необходимо зайти через Internet Explorer в Google AdWords Если AdWords не работает или появляются какие-то ошибки У вас появляется переадресация на support.google.com Например, в этом, в моем случае, появилась ошибка, что мой браузер не поддерживается И он предлагает скачать новую версию Internet Explorer Что я и делаю Я установил новый Internet Explorer Захожу в AdWords.com У меня все заходится У вас должно быть то же самое И теперь мы заходим в KeyCollector Нажимаем пакетный сбор фраз из Google AdWords И нажимаем продолжить сбор И теперь видим, что процесс сбора слов с Google AdWords для фразы бензин начат Также зайдите в Google AdWords аккаунт, который вы только что создали В разделы инструменты Планировщик ключевых слов Здесь настроите таргетинг такой, который вам понадобится Сохраните его Зайдите обязательно в настройки аккаунта И обязательно убедитесь, что у вас язык отображения и формат чисел Стоит русский и российская федерация Если у вас не собирает парсер ключи Если же у вас все настроено нормально То у вас должно собраться какое-то определенное количество ключей Обычно это больше, чем Wordstat Но в этот раз чуть поменьше Также хочу заметить, что можно прибегнуть к очень интересному методу Собрав все ключи по Wordstat Можно скопировать колонку в буфер обмена Создать новую группу ключевых слов Называть ее собранные ключи из Wordstat Мы будем парсить по Keyword Planner То есть как это происходит? Мы убираем все ключи, которые мы спарсили По бензину и AI И вставляем все-все-все ключи, которые у нас получились По Wordstat И начинаем сбор Обязательно проверяем галочку Не добавлять фразу, если она уже есть в любой другой группе То есть чтобы она не пересекалась Тем самым мы можем еще увеличить количество ключей Итак, мы сейчас находимся на пункте 6 Мы спарсили все ключи по Google Keyword Planner Теперь мы создаем новую группу под парсинг И теперь мы будем парсить по подсказкам Подсказки Яндекса и Google Мы нажимаем на пакетный сбор поисковых подсказок Вставляем сюда ключи, которые нам необходимы В нашем случае это бензин, AI-80, 95, 92, 98 Мы будем собирать подсказки Яндекса и Google Этого вполне достаточно для того, чтобы собрать все подсказки поисковые Потому что 95% людей пользуются Яндексом и Google И нажимаем на кнопочку начать сбор Теперь мы закончили парсинг ключей И теперь необходимо их отфильтровать, сгруппировать И привести в порядок для того, чтобы засунуть в рекламную кампанию Яндекса или Google Или и туда, и туда Поэтому следом мы копируем группы на листы одного Excel-документа Либо нескольких листов одного Excel-документа Как вам будет удобней Итак, что в итоге мы получаем? Мы получаем 3 или 4 списка ключей Ну, в моем случае 3 Которые нужно перенести в Excel-файл Для начала нажимаю скопировать колонку в буфер обмена Вставляю в лист 1 Заметьте, это ключи одной тематики Обязательно добавляю цвет, например, желтый, к этим ключам Далее, иду в самый низ этих ключей И добавляю еще новые ключи Нажимаю скопировать колонку с буфера обмена Теперь ключи из Google Key Word Planner Также вставляю им цвет Например, синий Далее, спускаюсь в самый низ Вставляю третий массив ключей На этот раз это подсказки Скопировать колонку в буфер обмена и вставляю Тоже пометил каким-то цветом Что теперь? Ключи у нас в одном столбце Их необходимо отфильтровать и отсортировать Для этого мы воспользуемся сортировкой и фильтром Для начала фильтром Поставим фильтр в Excel-файле На колонку, где у нас находятся все ключи В данный момент мы начинаем собирать минус-слова Это делать очень удобно с помощью фильтра Лист 1 у нас будет называться ключи А лист 2 минус-слова Теперь ищем те ключи, которые нам не подходят Дизель или бензин Дизель в данном случае пока не подходит Поэтому мы засовываем в минус-слова Что мы делаем? Текстовые фильтры Содержит И вставляем то, что мне необходимо Например, дизель И нажимаем ОК И вот все слова, которые появляются Дизель, дизельный и так далее У меня высвечиваются То есть их нужно будет удалить В минус-слова я добавляю дизель и дизельный Как их удалить? Собственно, выделяю ячейку 28 Нажимаю Shift Page Down И до самого низа И нажимаю удалить строку Теперь снимаю фильтр И вижу, что этих строк больше нет Идем дальше Вторым минус-словом я хочу добавить Само минус-слову бензин В очень необычном виде Я хочу убрать одну словоформу На бензине Для этого Я выбираю бензине Иду в самый верх К своему фильтру Выбираю текстовые фильтры Содержит бензине Нажимаю ОК И просматриваю ключи Вижу здесь очень большое количество Запросов различных товаров Которые можно купить на бензине Они мне не подходят Поэтому я смело в минус-слова Добавляю восклицательный знак Бензине И удаляю запросы Машина на бензине И так далее И удалить строку И опять снимаю фильтр Также я уберу предлог на Восклицательный знак На И продолжаю то же самое делать С более простыми запросами Скачать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И просматриваем весь список ключей На наличие каких-то минус-слов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В итоге мы получаем большой От 1000 до 20 тысяч Список ключей Которые отминусованы От плохих ключей И готовы к загрузке в Директ Или в Google AdWords Вот например список минус-слов А здесь ключи Время для группировки и минусовки В среднем занимает От получаса до 2 часов В зависимости от того количества ключей Которые у вас есть Да, процесс довольно-таки долгий Но по сравнению со сбором ключей В ручном режиме Это занимает действительно Очень-очень мало времени При этом вы получаете Даже не 1000 ключей А можете получить Ну до 20 тысяч ключей Это очень большой результат И здесь же минусовать В одной колонке намного удобнее Чем потом искать какие-то ошибки В нескольких группах ключей И тому подобное Также хочу заметить Что не надо чистить ключи Особенно тщательно Все косяки, которые у вас появятся Рано или поздно У вас появятся Или в Яндекс.Метрике Посредством веб-визора Или источники Сводка Директ Или с помощью Google AdWords Ключевые слова Подробности Поисковые запросы Все Ну а далее Просто необходимо Воспользоваться Директ-командер Для загрузки ключей Объявлений в Директ Естественно посредством Excel Или AdWords-эдитер Для загрузки В рекламную кампанию AdWords По Директ-командеру Excel и AdWords-эдитеру Видеоуроки у меня есть На моем YouTube-канале Также хочу сказать По поводу ключевых запросов Горячих, теплых и холодных Раньше мы разделяли Горячие, теплые и холодные Запросы на три рекламной кампании Где стояли разные цены За клик Например, за горячие 3 доллара За теплых 1 доллар И за холодные 0.5 долларов Теперь же, когда ключевые запросы Мы обрабатываем в Key Collector С появлением общего счета И лимита на день Теперь горячие, теплые и холодные ключи Можно хранить в одной рекламной кампании Или нескольких рекламных кампаний Теперь, когда у нас есть общий счет Ограничение бюджета на один день Мы можем поставить в параметрах Рекламной кампании Стратегию Показ в блоке по минимальной цене И выставить максимальную цену клика Это позволяет нам сэкономить время На группировке ключевых запросов По рекламным кампаниям В системе Яндекс.Директ На этом все С вами был Горбунов Константин Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте На мой YouTube канал Подписывайтесь на мою рассылку На сайте monstermarketing.ru Приходите на мои семинары По Яндекс.Директ и Google AdWords И желаю вам самого удачного дня Ставьте лайк, если это видео вам понравилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok